Чуть больше 10 месяцев Вадим Сидорук занимается бодибилдингом, но несмотря на короткое время подготовки, уже есть результат. На недавних соревнованиях, которые проходили в Минске и в Могилеве, Вадим завоевал все первые места и стал абсолютным чемпионом Беларуси. Да, ребят с мощными бицепсами и трицепсами с каждым годом все больше, но у любой медали, как известно, есть и обратная сторона. Как становятся бодибилдерами, какую цену платят за красивые фигуры, восхищенные взгляды окружающих и высокие спортивные достижения, об этом мы узнали в разговоре с бодибилдером Вадимом Сидоруком. В какой-то момент меня просто в голове сформировалась цель, что для чего-то я должен заниматься, и она меня мотивировала, и в какой-то промежуток времени я решил, что просто без цели тренироваться не дает достаточного результата. И вот буквально недавно я, можно сказать, воплотил свою мечту в реальность. Любой профессиональный спорт, это не связывается никак с здоровым образом жизни. То есть, если мы говорим о здоровом образе жизни, то нам больше подойдет физкультура. Если мы говорим о достижении каких-то высоких результатов, ну тут уже немножечко здоровьем не... 36-й чемпионат по бодибилдингу и фитнесу в Минске и в Могилеве. 11-й открытый турнир по бодибилдингу и фитнесу Кубок Железного Льва. Для Вадима Сидорука первый опыт открытых состязаний. Но, несмотря на это, сцены и зрители приняли его на ура. Я выходил на сцену и ощущал себя так, как будто я уже лет 10 выступаю. То есть, настолько, как ты сказать, породнился с аудиторией. Мне нравилось, когда ты выходишь, люди смотрят на тебя, они тебя встречают, вот эти вот крики, возгласы. И меня это настолько заряжало и мотивировало, что не было ни волнения, ни переживания. То есть, я был уверен в своем результате. Я хотел показать именно максимально то, что я готовил к этому турниру. А подготовка к этим турнирам составила 10 месяцев. На тренировках Вадим выкладывался по максимуму, строго придерживался режима. Его цель была в том, чтобы сделать максимально конкурентную форму и выглядеть достойно на фоне соперников. В этом виде спорта режим – это полностью весь результат только ложится на режим. То есть, если у нас нет режима тренировок регулярных, то есть, от 5 до 7 тренировок в неделю, постоянных, хочешь, не хочешь, ты должен тренироваться. Есть у тебя силы, нету. Идешь, тренируешься, выкладываешься на все 100%. Питание – это 80% успеха в принципе. Неважно, спортсмен или не спортсмен. Питание, режим. Если есть определенная калорийность, которая составлена тренером, ее нужно соблюдать. Сон – это тоже очень важный участник процесса, потому что только во сне мы восстанавливаемся. Он дает нам силы на следующую тренировку. Поэтому режим и бодибилдинг – это вещи гармонирующие. И они дополняют друг друга. То есть, без одного из какого-то элемента не будет результатов. Спортсмены на турнире соревновались в нескольких дисциплинах. Бодибилдинг классический и пляжный. Боди-фитнес, модельный фитнес, фитнес пары. Дебют для нашего земляка стал успешным. А вот на вопрос, везение это или колоссальный труд, наш герой пока ответить затрудняется. Эмоции были настолько яркими. В какие-то моменты даже хотелось пустить слезу, потому что, когда озвучивали результаты соревнований, я просто был шокирован. Мы готовились. Цель была создать конкурентоспособную форму, чтобы не расплыться, не растеряться среди всех соперников. Потому что я дебютировал. И мне тренер говорит, сильно высокую планку не ставь. Но в тот момент, когда меня объявляют в первой категории, я становлюсь первым. Я просто не мог поверить своим глазам. Эмоции просто переполняли. После таких результатов и эмоций герой нашего сюжета подчеркнул, что эти соревнования только начало. И на этом он останавливаться не собирается.